Всем привет, мы продолжаем играть в колыбель человечества, чуть не сказал сплитскую вендетту по привычке. И мы стоим на своем корабле, нам надо отстыковаться и мы куда-то полетим получать очередное мега секретное задание. Юпитер. Куда там Юпитер и там еще дальше куда-то направят. Кстати, прикольно. Шпора дикаря там был, да, был. Посчитал его сектором Яки. Раньше, по-моему, там так и было, что это уже сектора, которые к Яки вели. Мы полагаем, что ученый, отвечающий за проект Генезис, возглавляет также ремонтную бригаду. Любыми путями, вместе к нему в доверии. Хорошо. Любыми путями, да не любыми. Не буду я ему влезать в доверие, если там что-то определенное. У меня какие-то сегодня эти разговоры тупые. Так всегда поворачивает с таким звуком, как будто бы вот-вот развалится корабль. Пояс астероидов. Ну, я думал, может, по пути выкинуть спутник какой-нибудь. Ну, так газ на газу особо много не заработаешь. Есть у меня? Ну, чё, чё-нибудь нашёл? Ну, чё-то есть. Со мной по инерции летит. Изменяются даже параметры. Изменяются. Ладно, с чего-то надо начинать. Пускай будет хотя бы газ. Денег у меня чуть-чуть есть. На то, чтобы... Ну, корабль я, правда, нормально особо не куплю. Ещё надо подзаработать. Но, скорее всего, сейчас по выполнению миссии мне дадут денег, и я смогу купить кораблик. Потом, наверное, полетаю. Разведаю, где его можно поставить. Но это, скорее всего, вне камеры будет. Надо как-то деньги зарабатывать. Какая-то фигня рядом. Неизвестная станция. Да чё неизвестно? Вон она ж рядом совсем. Ускоритель. Всего-то 45 километров. Уп-вуп-вуп-пуп-пуп-пуп. Слегонца пролетел мимо. Так, ладно. Стой-стой-стой-стой-стой. Вход в сектор. Юпитер. Хотел сделать финт ушами. и влететь, не поворачивая. Так, а мне нужно найти врата. Хорошо, найдём. Неизвестная станция. Полетим в её направлении. Смотрю, тут жёлтых сундуков прям много валяется. Но у нас пока нет ручного резака. Пока трогать не буду. Ещё какая-то станция явно. Неизвестная станция. Вдалеке вообще. Подожди, а вот это что, не станция, что ли? Сначала туда слетаем. Похоже на станцию. Док оборудования земля. А, всё понятно. Отстань, док оборудования. Чё пристал? Сейчас мы со всех сторон следуем. Подозреваю, что куда-то сюда. Неизвестная станция. Полетели туда. Она там вдалеке не просто так. Хотя, конечно, может и просто. Чё тут за миссии пока предлагают, посмотрим. Мир и спокойствие. Что можно вот так вот сделать. Патрулировать. 20 минут охранять. Чё-то не кайф. Потом как-нибудь. И то не факт. Нет, ничего нового не открыл. Но если не откроется, то где-то вот тут вот уже. Походу, рядом нет ворот. А мне к Сатурну доступ. Визуально тут его не видно. Ух ты, прикольно-то как. Пролетаю. Чего? Серьёзно? Смотрите, планета как отдаляется. Стой, стой, стой. Стой, стой. Это чё такое? Это чё такое? Она просто на глазах летит. Хм. У меня такое ощущение, что так не должно быть. Это спутник Юпитера. Прям, блин, как Миттерант из элитки. Неизвестный объект. Ничего нового не открылось, да? Ладно. Надо в тот край слетать. Он, кстати, чё-то валяется. Вон. Валяется. Висит в космосе. Похоже на ускоритель, но не особо. Может, оболонки какие-то ещё. Очень увлекательная серия получается. Летаю в поисках. Неизвестный объект. О, да. Ускоритель. Запихнули фиг знает куда. Но зато мы увидели планету летящую, как Миттерант Хоу. Это из элитки. Не помню, говорил я уже об этом или нет. Склероз, старость, все дела. Вот сектор. Сатурн. Явно Сатурн. Сразу видны кольца. Найти дорогу Куран. А, то есть я понял. Угу. То есть настолько секретная секретность, что ничего, надо Сатурн сфотографировать. Красота же. На фоне моего корабля странного. Неизвестная станция, неизвестная станция. Но он, может быть, внизу где-то будет, по логике. Если он тут относится. А вон, кстати. Эду что-то выдумывала, его видно визуально. Полетели туда. Знал бы, что придется обследовать сенсор бы. Или я отсюда прилетел. Ну не, не похоже. Он в цель... Успоритель. Юпитер. Да, я оттуда прилетел. Неизвестная станция. Сейчас мы ее сделаем известной. Ну да, где-то тут, видимо, будет. Ничего нового не открыл. Зато вы будете знать, где находятся. Когда будете сами летать. Мои полеты... Не придут бесследно для кого-то. Кто-то посмотрит и полетит сразу туда, куда надо. Пионеры. Пио. Видимо. Похоже, надо опять визуально искать. Ну там явно скопление чего-то, каких-то станций. Мы туда и полетим. Неизвестная станция. Неизвестная станция. Где-то тут будет. Вон он. Вижу. Ну мы вот так вот крюк немножко сделаем. Раз уж мы тут. Пусть оно чуть откроет станции. Неизвестный объект. Да, очень даже известный объект. Супер-магистраль. Неизвестный сектор. Вот оно даже как. Минералы. Магистраль тут даже есть. Фабрика металлической микрорешет. О, что-то новое. Микрорешет. Что это? Что это? Что это? Рядом с магистралью покажите мне. Я хотите узнать. Неизвестная станция. Тоже микрорешет. Воло. Газ. Газ. Ускоритель. Неизвестный сектор. Сейчас мы его сделаем известным. Магистраль идет вон туда. Но это мы в Сатурн. Кстати, блин. Там может оказаться и оно. Ну, сейчас мы преследуем сюда, посмотрим. Карту я не смотрел. Я знаю, что уже есть карты. Ход в сектор Уран. Уран. Так. Из Урана мы летим, я так понимаю, дальше в Нептун. Ну, ладно. Ну, вот чувак, он туда куда-то летит. А, это сборщик газа. Он может газ собирать. Тоже не показатель. Вон, я что-то вижу там. Станция, станция. А там по-любасу будет. Выбитых кораблей не видно. Тут просто сейчас уже Непписи тоже выбивают пилотов из кораблей. Правда, они тоже и занимают бесхозные корабли. Но вдруг... Вдруг ничейный будет. Какие-то меня в далекие дали совсем послали. И вот этот вот поиск, я не знаю. Неизвестная станция. Может быть, я вырежу все вот эти вот странные полеты. А может, не вырежу. Посмотрим, как пойдет. Фабрика компьютерного субстрата. Прикольно. Это они, это, Компьютрониум? Тут пытаются фигачить, что ли? Болды. Ну, у них таких технологий нет у землян, правда. Видимо, какой-то свой. Пытаются придумать. Кто не знает, что это такое, смотрите, цикл по лору. Который я когда-нибудь доделаю до конца. Когда-нибудь это произойдет. Вход в сектор Нептун. Там, на самом деле, немножко осталось. Расы Содружества доделать. А дальше там в энциклопедии идет просто как глоссарий. И, ну, такой справочник. Его визуализировать, как-то ролик по нему делать вообще непонятно как. Скорее всего и не буду, потому что там перечисление персонажей. Ну, допустим, про Рена Тани из X-ребес. Там просто, блин, указано. Рена Тани, владелец альбионского скунса. Вот и интересно вам будет такое. Чтобы просто вот так вот одной фразой описали все. И вот и... Неизвестная станция. Если это делать, то весь ролик будет состоять из подобных вещей, где просто имя, два слова о нем. Имя, два слова о нем. То же самое там в значимых планетах. Есть там раздел у тех же... А, ну, в принципе, значимые планеты и в расах Содружества тоже описываются. Поэтому не знаю. Мне так это нечего визуализировать. А пока я болтаю, надо сохраниться. А то мы тут уже 20 минут летаем. Открываем сектора. Сейчас что-нибудь пройдет не так и заново лететь. Все, полетели дальше. Блин, хорошо, что это не мне. Вон там еще врата какие-то. У вас все чисто. Двигайтесь дальше. А, я пристыковаться должен? Или просто поболтаем? Ага. Пристыковаться сюда нельзя. Вы опоздали. На ваше счастье, у нас возникли кое-какие... Да пошел ты в задницу. Я просмотрел ваше досье. И должен сказать, что чтение было довольно занимательным. Но учтите, если вы хотите получить задание, достойное ваших бесспорных умений, вам придется продемонстрировать их мне лично. Пока мы ждем отправки, может быть вы проявите свою смекалку? Мне нужна кое-какая вещица, которую нечасто можно встретить у обычного торговца. Если вы раздобудете это, вы гарантированно меня порадуете. Я пришлю вам более подробные сведения. Раздобыть... А, и процессор. Так, а это что такое вообще за кораблик? А, это... Это генератор щита, я думал, это пристыкованный корабль. Без моего руководства вы совсем не заплутали? Я обозначил район, где вы можете надеяться найти такую штуковину. Загляните в свою карту, подробности там. Такие вещи довольно часто вываливаются из ксенонов. Но с моей стороны было бы не очень профессионально рекомендовать вам искать их. Ну, хорошо. Пожалуйста, остановитесь. Мы просканируем ваш подовой среды. Не надо сканировать. Он хочет раздобыть технологии АИ. Похоже, мы можем добавить в список его обвинений под стрекательство кражи незаконных материалов. Продолжайте работать. Мы не можем позволить себе вызвать его подозрения. Неизвестная станция. А это... Прямо тут можно купить, я так понимаю, это какая-то... Ну, это такой намёк был, типа, можешь пойти повыбивать, чтобы не тратить деньги, а можешь, соответственно... Купить? Ну, я куплю. Летать можно бесконечно долго в поисках. Ух, ё. Понял. Вот на что вы намекаете. То есть сейчас тут вот раздобудешь. Выбишь какого-нибудь урода и там будет. Ладно, тоже годится. В общем, Майети. Предположения казались неверными. Куда ты ушуршал, урод? Уйди от станции. Блин, меня станция жарит, походу, даже. А не камень. Уйди. Может и нет. Нет, это вот он. Да попадай. Н. Остался один, да? Контейнер. Н. Ну, я, собственно, раздобыл. Я думаю, надо в любом пути добить их. Контейнер. Погодите, я же раздобыла ей процессор. Держите ворог. Так, секундочку. А, я его не собрал. Контейнер. Что-то мне казалось, что собрал. Да у меня их уже несколько. А, все. Что за нафиг. У меня же есть. Спасибо за... У меня же есть уже. А, и процессор. Три штуки даже. Ладно, летим. Куда он нас ведет дальше? К этому кренделю, типа, отдать? Ну, на мой взгляд, должно было засчитаться уже заранее. А то непонятно. А, все, это я слепой. Это уже доставить написано. Ну, как обычно. Пока воевал, продуплил то, что поменялся статус. Пио. Офицер. Лилинг Шнайдер. Че, остыковаться? Да. Решение на сходку получено. Хорошо. Пристыкуемся к этой фиговине. Вот поэтому я люблю стыковочный компьютер. Стыковка завершена. Эх, я застрял. Приветствую. Здорово. Мостик. Кстати, мы впервые на земном мостике. Ну. Сплиты больше впечатлили в свое время. Какой-то такой тесный, вообще на вид нефункциональный. Хотя там тоже не особо функциональный. Но там хотя бы он был этот. Впечатлял. Дать АИ процессор. Отличная работа. Вы как раз вовремя. Мы готовы к отправке. Отправки. Куда-то мы отправляемся. И... Мы направляемся к объекту, крайне важному для будущего нашего народа. Недавно он получил структурное повреждение из-за пространственного искажения неизвестной природы. Потому-то нас и пригласили. Наши ресурсы ограничены. Но наши специалисты лучшие из лучших. Добро пожаловать в команду. К сожалению, из-за нашей нехватки ресурсов мы вынуждены сделать небольшой крюк. Ряд наших спутников атаковали ксеноны. Хотя нам удалось перехватить атаку. Несколько спутников приведены в аварийное состояние. Вам будет назначено несколько спутников, которые требуется вернуть в рабочий режим. За работу! Ну начинается. Опять ремонтировать. Спутники, спутники. Почему мне все время достаются спутники? Ну, чуть тебе. Их мне отдали. Ты вот сейчас будешь сидеть там и ничего не делать. Делать вид, будто что-то нажимаешь на... А мне реально придется это делать. Вау! Офигеть! Нет, это красиво. Это надо зафотографировать. Ух, ё-моё. Даже не знаю, что фотографировать. И тут красиво. И тут... И тут... Офигенно. Прям постарались. Планета такая необычная. Ладно, а мы садимся. Приветствую. Приветствую. Здорово. Кукри. Чем могу помочь? Да. Пока. Свали, пожалуйста. Мне нужно это. Тут три спутника. Спутник связи. Спутник связи. Я так чувствую, что меня там будут атаковать. Они же не просто так поломанные. Ох ты, прикольно. Помните, это крайне важная работа. Эти спутники не только помогают в наших исследованиях, но и являются частью сенсорной сети. Вот так. Я абсолютно уверена, что эта сенсорная сеть также используется ими для отслеживания активности земного протектората в их секторах. Отправляйтесь на ремонт, а соответствующие меры мы можем предпринять позже. Я что ржать-то начал? Прогрузились. Укрей. Глаза и зубы только. Путник связи. Не достаю. Эх, жизнь моя жестянка. Хотел достать. Чтоб не летать за ним. Следующий. Кукри. Разрешение на стыковку получено. Какой отворился. Тупо как люк в крышке подвала. Привет. Что я сейчас сказал? Ну вы поняли это. Спутник связи. Спутник связи. Спутник связи. Музончик прикольный. Классно замиксовал. Отмолчу просто, слушаю. Да блин, что ж такое опять прилетел. Кстати, где я нахожусь? Триумф Брэннона. О, прикольно. Бымц. Если бы тут были коллизии, я бы сейчас провалил в эмиссию. Кукри. Спутник связи. Ну я это должен достать отсюда, да? Могу. Укри. Разрешение на стыковку получено. Открывай обратно. Так, побалде так, бымц. Крышкой. И всё, гейм овы. Приветствую. Спутник связи. Это далеко. Да, Триумф Брэнона красивым нарисовали. Мне прям нравится. Неизвестная станция. Ну потом открою. Спутник связи. Полетаю тут. Вне камеры, наверное. Ну вот в эксах всегда, что было плохо, что куча действий. Ну, плохо как? В плане того, что как показывать это на ютубе. Что кучу действий приходится таких рутинных делать, на которые смотреть-то и не интересно. И это нужно вне камеры делать. А так, с точки зрения игрока, куча времени можно потратить на всякое. Пока что-то делаешь, у тебя интерес к игре есть. Это как вот прошлое прохождение. Ну вот. Укрей. Всё прошёл, уничтожил нафиг ксенонов. Не с кем воевать. И скучно стало. Больше делать нечего. Авианосцы клепаю с огромной скоростью. Ну, а точнее эсминцы. Не понял. А, всё. То есть решил мне нервы помотать, сразу не засчитаться, да? Блин, офигеть, картинка. А, красота. Прям браво тому, кто делал. Пробрешение на стыковку получено. Привет. Давай, давай. Всё, теперь... Кстати, куда врата ведут? Давайте я вот так пролечу. Раз уж мы тут рядом. Просто, чтобы открыть, знать дальше, куда они ведут. Пространство Гаи. А, пророчество. Пространство. Круто. Я тут верфь даже уже успел открыть. А он ещё врата. Верфь сигарится. Чё у вас есть? Ну, ладно, потом посмотрим. Чувствую, мы тут ещё не в последний раз. А тут этот тип сюда прилетел, да? Состыкуемся с ним. Насколько помню, вот эта планета была такая красная-красная. В других иксах. Ксенонами там, типа, уничтоженная. Надеюсь, она прям такая медная. Куча станций. Блин, офигенный сектор. Я тут, походу, поселюсь в этом секторе. Неизвестная станция. Кстати, блин, нет этих больших станций. И вот с FPS-ом всё в порядке. Земные станции. Вечно сажали FPS. Что в четвёртых иксах. Неизвестный объект. Да, что в террин-конфликте, что в четвёртых иксах. Вот теперь видно, что то же самое происходит. Сейчас мы посмотрим, куда вот это введёт. Это просто очень интересно. Мы никуда не торопимся. Давай, давай, давай. Солнце. О! Кайф. Всё-таки есть такой сектор, о котором я говорил. Ну, тогда думал, что... А, слушай. Ну, это же правильно. Это солнечную систему просто показывает. Оно куда-то туда. Просто... Или не туда. Давай посмотрим. Ну, да, так. Туда и обратно. Одним глазком. Меня просто заинтересовало. Есть ли реально такой сектор, который прям вблизи солнца? Нет. Вход в систему. Солнце. А, слушай. Сектор так и называется. Нет, нихрена. Всё понятно. Это зона. В общем, предположение первое было правильным. Что это просто солнечная система там. Вне зоны стыковки. Оп, оп, оп. Извините, путаю педали. Вместо того, чтобы Shift-D нажать, нажала Shift-1. Вот это я летун. Разрешение на стыковку получено. Стыковка завершена. Приветствую. Сколько можно здороваться? Отстань. Так, спутники я-то починил. Ну, раз с этим разобрались, мы наконец можем приступить к нашему основному заданию. Мне уже не терпится взяться за дело. Допадно, что я слышу, как он таб нажал. Стыковка завершена. Вот мы и на месте. Как вам прекрасно известно, это объект повышенной секретности. Тот факт, что у вас есть допуск на выполнение ремонтных работ, еще не означает, что вы можете шляться, где вздумается, и совать нос, куда ни попадя. В настоящее время он без команды и находится в законсервированном режиме. Пока мы не устраним повреждения и не убедимся, что в дальнейшем не произойдет никаких аномалий. Вам известно, что может вызвать такие аномалии? Я не вправе разглашать такую информацию, но будьте уверены, при исполнении ваших обязанностей вам ничего не угрожает. Начнем с ремонта внешних конструкций. Наденьте скафандры и приготовьтесь к отправке в назначенные позиции. Отремонтировать дэмэдж. Мы не будем пешком идти в этот раз. Приветствую. Так, отстыковка. О! Ёшкин кот! Это штаб-квартира! А... Слушайте, это её, что ли, барон тогда? Её, барон, походу, похитил тогда, через пространство. Вот это поворот, мне нравится. Давай, выходи отсюда. Да, блин, уйти. Так, хватило. Так, это далеко отсюда. Я не хочу подлетать заново. Полетим так. В рукопашную. Но я чувствую, сюда всё равно барона придётся завести. Он, по-моему, другого цвета. Может, у меня глючит просто. Блин, ну куда вот наведение ведёт? Надо снять его. А, в принципе, я ж могу так делать. Ещё всё забыл. Могу курсором указывать. Да, только что-то сейчас... А, вот. Мы снова наблюдаем странные показания. Вам лучше вернуться в горам. Геометрический сдвиг. Освободить стыковочные захваты. Твою мать. Ну, короче, мне хана. Или так и должно быть. А-а-а-а. Вот оно чё. Вот сейчас это барон и сделал. Я в большой бирже. Какая-то крупная инструкция искусственного происхождения. Так вот это и находилось на другой стороне разрыва. Похоже, что наше исследование привело нас к грандиозному открытию. Блин, кайфово. Вот. Ассистент. Ассистент. Вы меня слышите? Ха. О, боже. Похоже, там либо испарилось всё живой, либо корабль затянуло в разрыв. Хм. А это что такое? О, это вы. С вами всё в порядке? А мы знакомы? Где я? Кто вы? Начнём с того, что... Где мы? Вы находитесь в пространстве Телани. Если вы, конечно, знаете, кто такие Телани. Кто ты? Меня зовут Оссота. Если бы о моём существовании кто-нибудь знал, он мог бы назвать меня одним из выдающихся умов нынешней эпохи. Впрочем, это не важно. Если я не ошибаюсь, вас втянуло через разрыв вместе со станцией? Ты это сделал? Подождите, подождите. Давайте успокоимся, иначе потребление кислорода может стремительно увеличиться. Я отправлю к вам корабль. Очень надеюсь, что вы поведаете мне, откуда прибыли. Прежде всего, позвольте доставить вас в безопасное место. Так, корабль мне не повредит, да? Гайрон, защитник. А там даже и пилот есть. Это какой-то такой... Тяжёлый, что ли? Не, ну это они классно придумали. Вот со штаб-квартирой прям... Редко меня игософт вот так вот удивляют и радуют. Вот это нравится, вот это прикольно. Разрешение на стыковку получено. Давай, давай. Похоже, вам больше ничто не угрожает. А на чём я нахожусь вообще? Правильно ли я полагаю, что вы имеете какое-то отношение к этой станции? Я уже начал удалённо взаимодействовать с её системами. И кажется, достиг значительных успехов. У меня так много вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Но, к сожалению, похоже, что мне придётся прерваться. Видите ли, я в настоящее время должен работать не над этим проектом. Мне крайне неудобно. Но я вынужден припоручить управление станцией вам. Ну да, насколько я знаю, вы вражеский агент, уже знакомый с внутренним устройством этого объекта. Пожалуйста, не используйте его в неблаговидных целях, моё отсутствие. Вот тебе крест. Вы вражеский агент. С чего ты взял, что я вражеский агент? Так, в общем, нам надо строить теперь, как обычно. То есть мы вышли на позицию, где мы строим штаб-квартиру. Отлично, я сказал, да? Ну, в общем, вы поняли, что я имел в виду. Надо, соответственно, сейчас построить всё. На сегодня на этом всё. Я это буду делать за кадром, потому что вы это видели в предыдущем прохождении. Смысла нет. Как что-то начнётся новое или что-то отличающееся, мы продолжим. А на сегодня на этом всё. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»